МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Время говорить. Итоги недели» главной темы сегодняшнего проекта. Недолго музыка играла задержаны подозреваемые в убийстве женщины и двух детей в поселке Искра. Славно отдохнем. Подробности постановления правительства России о днях отдыха в наступающем году. Стена пошла на машину. В Рязани на улице Грибоедова автомобиль оказался практически погребенным под обломками упавшей штукатурки и утеплителя. Ну и начнем с трагедии в поселке Искра, которая получила на этой неделе продолжение. Вернее, хочется надеяться свое окончание. В понедельник рязанские полицейские исследователи провели брифинг в связи с задержанием подозреваемых в убийстве целой семьи в Искре. Напомним, здесь в собственной квартире была зверски зарезана 35-летняя женщина и двое ее детей, девочки. Одной 12 лет, второй только год. Жестокое убийство молодой женщины и ее малолетних детей, произошедшее в ночь с 8 на 9 декабря в поселке Искра, раскрыто. Об этом сообщили общественности на брифинге следователей следственного комитета и рязанские полицейские. В результате кропотливой и целенаправленной работы следственной группы изъяты следы преступления, содержащие генетический профиль, выделенный в кратчайшие сроки в Главном управлении криминалистики Следственный комитет России. Этот генетический профиль в ходе исследования ВКЦ в МВД России по Рязанской области совпал с профилем лица, установленного в ходе расследования в Главном Деле и проверяемого на причастность к совершению преступления. В настоящее время в суд направлено ходатайство по заключению под стражу двух лиц, подозреваемых в совершении указанного преступления. Над этим сложным делом оперативники работали практически без отдыха. Преступление оставалось нераскрытым всего лишь пять дней. Хотелось бы в первую очередь поблагодарить жителей поселка Искра за помощь в раскрытии данного преступления, но также следователь Следственного комитета за очень хорошую работу по выявлению и раскрытию данного преступления. Ну и что хотелось бы сказать. Данные лица, которые совершили данное преступление, неоднократно попадали в поле зрения полиции и в принципе с первых дней в отношении них проводились оперативные мероприятия. И что впоследствии привело к раскрытию данного преступления. Мотивы убийц в интересах следствия пока не разглашаются, но стало известно, что из квартиры пропало около 100 тысяч рублей. Преступникам теперь грозят длительные тюремные сроки вплоть до пожизненного заключения. В конце недели стали известны некоторые подробности преступления. Комсомольская правда опубликовала интервью с заместителем начальника регионального МВД по оперработе Ильей Илюшиным. В частности, полицейский сообщил репортерам, что мама и дочь знали двоих подозреваемых, потому и впустили в квартиру. Однако Надежда Кичатова наотрез отказалась дать деньги наркоманам и получила в ответ удар в лицо. Двое мужчин начали избивать женщину. На подмогу бросилась 12-летняя Оля. Обе вскоре упали под ударами ножа. Совсем крошечная младшая Соня громко плакала от ужаса. Ее могли услышать соседи, а потому убийцы приговорили к смерти и малышку. Около 8 лет назад оба уже привлекались к уголовной ответственности. Тогда одному из них дали условный срок, а вину второго вообще не доказали. Сейчас специалисты говорят о стопроцентном доказательстве причастности двоих арестованных к убийству семьи в искре. Их генотип, смешанный с кровью жертв, был найден в злосчастной квартире. Еще одной трагедией недели вполне могло стать внезапное обрушение стены многоэтажного дома на улице Грибоедова. А штукатуренный утеплитель немалого веса в среду рухнул прямо настоящую около дома машину. По счастью, людей в салоне автомобиля не было. На улице Грибоедова минувшей ночью произошло настоящее ЧП со стены абсолютно нового, еще гарантийного дома рухнула обшивка с утеплителем. Пострадавших нет. Единственной жертвой происшествия стала несчастная Лада Калина, которая была припаркована аккурат под рухнувшей конструкцией. Вчера где-то полдевятого случилась, как говорится, неприятность, которая называется брак в работе или безалаберность строителей застройщик. Нам, честно говоря, это удачно так повезло, что никого не было. На место прибыли всевозможные инспекции, специалисты и представители застройщика, которым, кстати, является строительная компания «Крепость». Вот что значит ирония судьбы. Вот такая крепость. Единственная, пострадал автомобиль Калина. Сейчас сделают оценку, независимый экспертизу, какой ущерб будет. Хозяйки автомобиля обещали возместить все убытки. Территорию огородили, а рухнувшую стену начали латать. Но как прикажете все это понимать? Дома ведь всего три года. Гарантия от застройщика пять лет. Вот жильцы и боятся, что случай этот не последний. И понимают, что с каждым годом вкладываться в свое жилье им придется все больше и больше, если уже сейчас его стены рушатся. Сейчас хозяйка машины общается с экспертами, которые оценят ущерб. Далее дело должно пойти в соответствии с установленными процедурами. Ну, а мы будем следить за развитием ситуации. Очень хотелось бы, чтобы на это ЧП обратило особое внимание строительные инспекции или другое соответствующее ведомство. Если у нас стены новых домов запросто рушатся, то это, наверное, о чем-то говорит. Как у Шекспира не ладно что-то в датском королевстве. А уж коли нет, то и тогда все поймем. Если у строителей с чиновниками все, как говорится, вась-вась, то не только штукатурка, а и крыши скоро поедут нам на головы. И дома словно картонные коробочки сложатся. Такие вот у нас крепости стали строить. Хотя справедливости ради надо вспомнить знаменитые слова Глеба Жеглова. У них там побольше нашего воруют. Это в том смысле, что на этой неделе не только Рязанская стена упала в лондонском театре, а пола вообще часть потолка рухнула как раз во время мюзикла под названием «Загадочное ночное убийство собаки». Ну, может, архитектура не выдержала такого тяжеловесного названия проекта. Кто знает. А возвращаясь в Рязань, давайте признаем. Похоже, теперь надо нам из собственных домов сторониться, и от машин во дворах уворачиваться, да и на пешеходных переходах не дремать, поскольку для многих водителей зебра на дороге – это только раздражитель, не более того. Продолжает программу недельный обзор происшествий и полицейских мероприятий от Глеба Галушкина. В начале недели рязанские полицейские накрыли очередную точку по продаже нелегального алкоголя. Ее организатор, охранник одной из автостоянок, прямо на рабочем месте разливал по бутылкам подозрительный спирт, разводил его водопроводной водой и продавал эту водку, в кавычках, по сходной цене всем желающим. Полицейские изъяли на складе несколько ящиков, это из позволения сказать продукции. Подпольный бутлегер объяснил сотрудникам полиции, что наладил производство в преддверии Нового года. Полицейские установили, что организатор этой алкоточки уже задерживался за торговлю паленкой. Тогда он отделался лишь судебным штрафом. Сейчас изъятый контрафакт отправлен на экспертизу. Полицейские говорят, что если будет установлено, что эта продукция опасна для здоровья, то горе продавцу грозит не только административная, но и уголовная ответственность. В Рязани уничтожили очередную партию изъятых в нынешнем году игровых автоматов. На этот раз под пресс попали около 400 одноруких бандитов. По словам рязанских полицейских, регулярно проходят рейды по нелегальным казино. На складах ведомства скопилось почти 10 тысяч игровых аппаратов. Также на этой неделе недалеко от Скопина дорожные полицейские задержали УАЗик, доверху груженный нелегальным алкоголем. У водителей-гастарбайтеров необходимых документов не нашлось. Они сейчас задержаны. По имеющимся у редакции сведениям, груз гнали будто в боевиках про колумбийскую мафию. Пойло перегружали из машины в машину, которую ждали в условленных местах. После короткой беседы выяснили, что данный водитель, житель Азбекистана, перевозил груз в алкогольную продукцию без документов. Для дальнейшего разбирательства данный автомобиль, пассажир и груз были доставлены в ОВД по Скопинскому муниципальному району. Сколько алкоголь было изготовлено? Более двух тысяч бутылок. Родка, виски, коньяк и шампанское. Так что УАЗик, остановленный Скопинскими дорожными полицейскими, это лишь очередное авто из целого каравана. Теперь правоохранителям предстоит во всех деталях разбираться с таким алкогольным транзитом. На этой неделе рязанские дорожные полицейские выходили в рейды на улицы областного центра. Особенное внимание они уделяют сейчас безопасности пешеходов. Ведь по официальной статистике число ДТП с участием безлошадных рязанцев растет. За 11 месяцев этого года на дорогах только областного центра произошло 320 наездов на пешеходов. Из них 117 наездов на пешеходных переходах. То есть на тех участках, где пешеход должен чувствовать себя в полной безопасности. На этой неделе дорожные инспекторы рядовали неподалеку от рязанских школ. И присматривались к водителям, как они подвозят к учебному заведению своих детей. Ведь несмотря на резкое повышение с сентября штрафов за перевозку детей без специального удерживающего устройства, уровень травматизма среди подростков не снижается. Инспекторы ГИБДД говорят, что причина этому проста. Родители после достижения ребенком в 12 лет перестают использовать спецприспособления для защиты. Полицейские в очередной раз напоминают, что в первую очередь проблема обеспечения безопасности при перевозке детей должна решаться самими родителями. Немного отвлечемся от наших рязанских событий и, как говорят в Одессе, отдохнем на красноярском губернаторе. Как известно, глава красноярского края Лев Кузнецов был ограблен и ранен на своей вилле, находящейся на юге Франции. Преступники стащили украшений на 200 тысяч евро. Начальнику региона выстрелили в бок из травматики, а его супруге неслабо перепало дубинкой. Делом занимается полиция Ниццы. Сразу, как пришло известие о налете в прессе, преимущественно российской, понемногу начал разгораться скандальчик. Откуда у госчиновника такая дачка во Франции? А что же это за украшение на сумму где-то 8 миллионов нашими? А сколько стоит пресловутая вилла в элитном месте европейского побережья? И как все это сочетается с бескорыстным служением красноярскому народу? Ну, как говорится, там разберутся, если захотят. А мы сегодня решили представить, как бы такие вот французские события из жизни главы Красноярского края прокомментировали персонажи старых добрых советских фильмов, снятых в те времена, когда даже мечты чиновников о квадратных метрах за границей могли привести прямиком на нары. Итак, журналисты выяснили, что вилла Льва Кузнецова стоит никак не меньше 25 миллионов евро. Ты мне скажи, на какие заработки заместитель директора трикотажной фабрики отгрохал себе двухэтажный особняк, Семен Васильевич. Это его дело. Нет, наше. Также выяснилось, что красноярский губернатор владеет автомобилем Феррари, двумя Мерседесами, БМВ, а еще комфортабельным катером и мощным мотоциклом. Так что есть на чем прокатиться в киоск за папиросами. Наши люди в булочную на такси не ездят. Стащили у Кузнецова драгоценностей на 200 тысяч европейскими деньгами. Сколько взяли звонкой монеты, неизвестно. Все, все, что нажил непосильным трудом, все же поигло. Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая. Три. Также оказалось, что у красноярского губернатора во Франции есть и земельный участок, а также дом площадью 180 квадратных метров. Так что на работу начальник ходит, наверное, с удовольствием. Денежки-то текут рекой. Европа не признает его царем. Сильно будет признает. В связи с ограблением по-французски спохватились на днях и депутаты Госдумы. Как это? Им запретили недвижимость за границей, а коллеги по власти жируют? Не пойдет такое дело. Теперь народные избранники намерены доработать закон о запретах для чиновников. Ох, как, наверное, скрипят сейчас зубами на красноярского губернатора и его коллеги и соседи по исполнительной власти. Дескать, подумаешь, дачку обнесли. Да и взяли, нет ничего, сущий пустяк. А теперь как бы и нас не тряханули. Голубчик троекратный болван. Голубчик. Совершенно правильно. Ваше величие. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Время говорить. Итоги недели». Вот что будет во второй ее части. Они к нам ездят неспроста. Китайская делегация на этой неделе приезжала в Рязанский госуниверситет. Идущие по пути воина. В Рязани прошло первенство города среди юных каратистов. Рязанский губернатор Олег Ковалев в уикенд принял участие в благотворительной акции «Подари детям праздник». Подробнее расскажет Оксана Тебенихина. В торговом центре от Рон-Сити прошла ежегодная пятая по счету благотворительная акция «Подари детям праздник». Любой желающий в это время может приобрести подарки, о которых давно мечтают воспитанники школ-интернатов нашего региона. Конечно, я стараюсь ежегодно участвовать в этой акции, которую проводят наши общественники вместе с Министерством молодежной политики. И постараться сделать приятное нашим детям, которые не имеют возможности поддержки родителей. И сделать для них подарки те, которые они пожелали, которые они заказали Деду Морозу. Поэтому я призываю это делать всех граждан, и бизнес-сообщества, и руководителей разного уровня, в том числе и членов правительства. Потому что это очень важно. Это не такие большие деньги, но радость детей гораздо ценнее, чем те деньги, которые мы потратили на то, что ребята создали. Приятным сюрпризом для ребят из Масоловского интерната станут подарки, которые для них приобрел лично губернатор Олег Ковалев. Например, маленькой шестилетней несо хочется плюшевую мишку, а восьмилетнему Саше настольную игру. Плюс ко всему Олег Иванович принял решение, что Саша уже большой мальчик. И ему пора осваивать современную технику. Поэтому губернатор приобрел для него мобильный телефон. Там мальчику уже 80 с небольшим лет, и хочется его приобщить уже к современным технологиям. А что у нас? Ну, мобильный телефон. Пусть недорогой, но который обладает всеми опциями, и есть возможность поиграть в игры, как-то, так сказать, освоить эту технику. Кстати, во всех крупных торговых центрах нашего города стоят новогодние елки, а украшают их фотографии ребят, на обороте которых написаны их заветные желания. Поэтому каждый из нас может почувствовать себя настоящим Дедом Морозом и осуществить мечту хотя бы одного малыша. Продолжает программа материал Ирина Ковалевой из нашего цикла «О семьях хороших». Напомним, проект поддерживает Региональное министерство социальной защиты населения и правительства области. Ирина привезла свой репортаж из поселка Якимовка Рязанского района. Кулинарными способностями Анжелики Серовой восхищается не только ее семья, но и весь поселок Якимовка Рязанского района. Однако вкусные пироги – не единственное, за что знают и любят маму трех замечательных детей. Анжелика Владимировна и поет, и танцует, и Дедом Морозом под Новый год наряжается. Наверное, именно за веселый нрав и легкий характер ее и полюбил муж Владимир. Познакомились они 16 лет назад. Долго встречались, а потом решили не просто заключить гражданский брак, а обвенчаться. Именно этот обряд, по мнению счастливой жены и мамы, и является залогом долгой семейной жизни. Мне кажется, во-первых, это венчание большую роль играет, огромное. Вот, например, там что-то об измене подумать. Я, например, боюсь перед Богом в ответе за это быть. И мне думается, что взаимопонимание нужно. К сожалению, отца семейства дома мы не застали. Помешала работа. Но зато мы познакомились с детьми – Романом, Людмилой и Дмитрием. Все они, так же, как и их мамы, занимаются самодеятельностью. А старший, Роман, серьезно увлекается спортом. Во время физических упражнений выделяется такое вещество, которое потом вырабатывается в крови по всему организму. И вот это вот вещество продлевает жизнь, омолаживает кожу. И, ну, то есть, как бы вырабатывается иммунитет, крепче становится. И как бы вот реже болеешь. То есть, а как болеть-то тоже никому не охота. Младшие тоже своего рода спортсмены. Но их больше привлекают шахматы. Людмила даже неоднократно участвовала в соревнованиях по этому виду спорта. Я с папой играла, с братом, со старшим. Потом учитель предложил мне ходить, заниматься шахматами. Я начала играть, других девочек обыгрывала, и он меня взял на соревнования. Ну, а наступившая зима в предновогодних хлопотах и развлечениях вскоре объединит всю семью. Они будут украшать дом, шить карнавальные костюмы, делать новогодние игрушки и маски, и, конечно же, кататься. Но не на санках и лыжах, а на ванной. Ну, первый начал крестный мой кататься, то есть вся его семья, и мы пошли с ним на горку, решили на ванне попробовать покататься. И начали кататься. Она очень велико уезжала с горы, и стали кататься на ванне. И не мы одни катаемся, практически все. Большая семья – это здорово. Об этом говорит и мама, которая сама воспитывалась в многодетной семье. С ней соглашаются и дети, ведь вместе им всегда весело, а самое главное – им в нашей непростой жизни будет на кого положиться. Рязанский госуниверситет на этой неделе отметил трехлетие Китайского института, который вполне комфортно чувствует себя на Рязанской земле. Разумеется, из Поднебесной приехали высокие гости. Восточную сказку вполне, разумеется, правдивую рассказывает и показывает Оксана Тебенихина. В Рязанский государственный университет прибыла делегация из Китая. Поводом для встречи стало трехлетие так называемого Института Конфуция, который работает на базе РГУ. В честь прибытия гостей был организован целый план мероприятий. Китайская культура – это уже есть суть восточной культуры. Или корейская, или японская, или какая-нибудь другая страна считает свою культуру как восточную. Я бы сказала, все восточные вот эти страны, особенно по письменности, они происходят из Китая. Для гостей был организован фестиваль культур. Студенты оборудовали несколько аудиторий в стиле разных стран – Франции, Германии, Италии, Японии и, конечно же, Китая. Кстати, директор Института международного образования, госпожа Цзиньлин, поделилась с нами планами о расширении деятельности своей организации в нашем регионе. Также делегация приняла участие в торжественном заседании ученого совета. А вечером пятницы наши дальневосточные соседи отправились домой, посоветовав напоследок учить китайский язык, и намекнули на то, что в скором времени нам эти знания очень пригодятся. После приема китайской делегации студенты и преподаватели Рязанского госуниверситета, равно как их коллеги из других вузов города, отправились в областной художественный музей. Здесь среди старинных портретов, пейзажей и больших исторических полотен грянул самый настоящий бал. Кавалеры, дамы, музыка, высокие отношения. Другими словами, славный позапрошлый век. Бальный сюжет от Натальи Новиковой продолжает наш эфир. Дискотегами в стиле 90-х или 80-х сейчас никого не удивить. А как насчет дискотеки в стиле 18-19 веков? Как оказалось, желающих очень даже немало. В Рязанском областном художественном музее состоялся студенческий зимний бал. Уже традиционное событие для нашего города проходило в юбилейный пятый раз. Полонез, катильон, кадриль, конечно же вальс, красивые дамы в длинных, в полплатьях и галантные кавалеры. Плюс ко всему экскурс в эпоху правления Екатерины Великой. Для кого-то этот бал стал первым в жизни? Первое ощущение. Это что-то такое необычное, что-то новое. Новое вдохновение, новые эмоции. Это не описать. Для кого-то событие привычное, но оттого не менее захватывающее. Ну и, конечно, не могло не порадовать то, что прекрасные дамы не испытывали недостатка в кавалерах. Великолепно, как всегда, раз в такой атмосфере может быть иначе. Ощущение полного проникновения, того, что окунулся в прошлое и отправился в путешествие во времени. А вот про ваш костюм. Мой костюм – это костюм Екатерининского лейбвардейского полка, офицера для парадных выходов. То есть это времен войны 1712 года. Словом, да будет бал. И не важно, какое по счету важно то, что мы помним и храним свою историю и свои традиции. Не менее изящно, чем бальные пары, но по-воински кинжально стремительно юные рязанские каратисты на первенстве города подвели свои собственные итоги. Кто лучше понимает древнюю науку восточного единоборства, и кто быстрее и точнее в стремительном ударе донесет свое умение до соперника на татами. Первенство Рязани среди самых молодых бойцов – зрелище, которое всегда волнует зрителей. Ходят погруженные в себя сами бойцы, тревожатся за них родители, непроницаемые лица судей, тренеры дают последние наставления. Демонстрируют умения и самые маленькие. В этом году в зал Федерации стилевого карате пришли даже малыши. Для них это увлекательная гимнастика, которая дает старт спортивному будущему. А опытные бойцы Федерации выступают на самых престижных турнирах России. Недавно рязанцы с триумфом вернулись из города Гусь-Хрустальный, где сражались на Кубке Содружества. С официальных турниров мы привезли 124 медали. И в этом году с международного турнира наша девочка привезла хрустальную катану. Очень приятно. Этот турнир в последний раз проводился с таким вот красивым призовым фондом лет, наверное, 10 назад. Карате в Рязани становится все популярнее. Надо отметить, что оно получило признание даже у городских спортивных функционеров. Турниры сейчас обеспечены поддержкой. Рязанских властей раньше такого не было. Очень большое спасибо городскому нашему спорткомитету. Мы видим очень хорошие, приятные кубки, медали, призы. Поэтому дети будут просто, наверное, наслаждаться. Это будет им подарок к Новому году. Бойцы сражаются, как самураи былых времен. Бескомпромиссно, словно в последний раз. Таков принцип карате – отдать всего себя суровому искусству. Идти только вперед, не сворачивая, не оглядываясь назад. Это наука не только рукопашного боя, а и самой жизни. В завершении программы полезная информация от российского премьера. Дмитрий Медведев, как известно, подписал постановление о переносе выходных дней в 2014 году. Согласно которому, новогодние праздники в следующем году продлятся с 1 января по 8. Еще выходными днями будут 22 и 23 февраля – День защитника Отечества. 23, выпадающая в 2014 году на воскресенье, Минтурда планирует перенести на 3 ноября. В марте будет 3 дня отдыха – с 8 по 10. В мае в праздник Весны и Турда отдыхаем с 1 по 4. День Победы празднуем с 9 по 11 мая. В июне, отмечая День России, отдыхаем с 12 по 15 число. А в ноябре – День народного единства, отметим согласно постановлению правительства с субботы 1 по вторник 4. Ну вот и все на сегодня. Хороших вам выходных, удачных праздничных покупок, новогодние и рождественские подарки. Ну что может быть желание, что более ожидаемо всеми людьми, независимо от возраста. Всем удачи и до встречи в программе «Время говорить». Редактор субтитров А.Семкин